Всем привет! Сегодня мы с вами выберем оптимальный ноутбук для работы с программой Exocad. Сразу скажу, что последние два года я работаю только с ноутбуками и отказался от стационарных компьютеров. Да, у них есть преимущество. Мы можем заменить любой компонент, будь то процессор, видеокарта, жесткий диск или добавить оперативной памяти. Ну а для меня более важным является мобильность. Свой рабочий инструмент я могу взять в поездку, будь то командировка или отпуск. А также я могу взять с собой ноутбук после работы и дома, сделать какую-то сложную работу, будь то тотальное протезирование, например, в тихой и спокойной обстановке. Давайте перейдем к выбору ноутбука. Я открываю сайт Notic и перехожу в раздел ноутбуки. И здесь по параметрам мы с вами попробуем подобрать оптимальную машину для работы с программой Exocad. Первый пункт – это производитель. Я не стану заострить внимание на каких-либо производителях, лишь скажу, что я работаю с ноутбуками MSI и DEV. Цена. Также не будем ставить здесь никаких ограничений. Размер экрана – 15,4-15,6 дюймов. Я считаю, это оптимальное разрешение для работы с программой Exocad. При меньшей диагонали экрана, я думаю, будет немного дискомфорт. Все иконки будут еще меньше, и рабочее поле также будет меньше. Но, если мы хотим работать на экране большего размера, мы всегда можем подключить к ноутбуку внешний монитор. Соответственно, с той диагональю, которая удобна для работы. А вот ноутбуки 17-дюймовые и 18-дюймовые вызовут некоторый дискомфорт. Дело в том, что для таких ноутбуков вам придется приобретать специализированные чехлы или рюкзаки. А фактически все современные рюкзаки укомплектовываются специальным отделением для ноутбуков 15,6 дюймов. То есть, вам легко приобрести качественный рюкзак для того, чтобы перевозить такой ноутбук. Поэтому я выбираю 15,4-15,6 дюймов. Размер экрана. Тип матрицы. Разумеется, если мы хотим получать более качественную картинку, нам придется доплатить за более профессиональный, более качественный тип матрицы. Но для программы экзакад это не так критично. Поэтому давайте не будем ставить никаких ограничений и перейдем к пункту объем диска. В объеме диска мы укажем, что минимальная рюкзакад 120 гб. Но я думаю, вы понимаете, что программа с графикой требует большего размера жесткого диска. И я думаю, стоит задуматься над отдельными хранилищами. Например, у меня есть отдельный жесткий диск на 4 ТБ, где я также храню резервные копии своей комнаты. Производитель процессора. Разумеется, выбираем Intel. И если мы говорим с вами о машине, которая способна реализовать весь потенциал программы экзакад, то мы выбираем только процессоры i7. Кроме того, нам не подходят процессоры с архитектурой у пониженного потребления, которые устанавливаются в основном, конечно, в ультрабуте. Но это также важно учитывать. А процессоры i5 и i3, ну да, мы сможем запустить программу. Какие-то простые проекты. Одиночные реставрации, либо небольшие мосты. Видеокарта. Еще один важный пункт в ноутбуке для экзакада. И тут сразу я устанавливаю два пункта. Игровая видеокарта и профессиональная. В чем кардинальная разница между этими двумя пунктами? Если мы планируем работать с программой Exocad Partial Frameworks, которая предназначена для моделирования биглипротезов в экзакаде, то мы не сможем работать с видеокартами графическими. Для них нет драйверов. И кроме того, нам необходимы игровые видеокарты с объемом видеопамяти больше 6 ГБ. Точнее, от 6 и выше. Во всех остальных случаях мы можем пользоваться видеокартами как графическими, так и игровыми. За одним исключением. Количество видеопамяти для этих видеокарт должно быть от 4 ГБ. Опять же, мы сможем запустить Exocad на 2 ГБ памяти видеокарте. Но это будет такой-то небольшой проект. Если мы столкнемся с моделированием спринта, либо тотального проекта, будут тормоза. Следующий пункт. Операционная система. Разумеется, Windows. И кроме того, в принципе, все, что сегодня я рассказываю, это касается Exocad Valeta 2.2 и Exocad Matera 2.3. Эти версии Exocad отлично оптимизированы для Windows 10. Поэтому, если вы еще не обновились, пришло время обновиться на новую версию. Как Exocad, так и оперативная система. Оперативная память. Самым минимумом для работы с программой Exocad, можно сказать, является 8 ГБ оперативной памяти. Но желательно, чтобы было 16 ГБ. Тем не менее, я оставлю минимальный пункт 8, так как практически все ноутбуки позволяют заменить плашку оперативной памяти на большее значение. Либо даже добавить. И остаются специальные параметры, в которых я, наверное, укажу только наличие SSD. SSD, который также даст нам отличный прирост производительности в целом операционной системе, так и программной экзакции. Ну что ж, давайте посмотрим, какие у нас есть ноутбуки, подходящие под эту выборку. Сделаю сортировку по цене. Итак, первый ноутбук за 69 тысяч рублей. Это Asus с процессором 4-х ядерным 7700 и видеокарты на 2 ГБ памяти. Этого недостаточно. Он не подходит нам для работы с экзаками. Следующие сразу три ноутбука. 76 и 78 тысяч рублей. Современный процессор 6-ядерный. Видеокарты на 4 ГБ видеопамяти. Этого уже вполне достаточно. Кроме того, вот на этом ноутбуке Dell XPS 15 установится такая же видеокарта. 1050 Ti на 4 ГБ видеопамяти. Этот ноутбук я им пользуюсь в тех случаях, когда отправлюсь в какую-то поездку. Например, завтра мы вылетаем в Кюрг. Я возьму с собой этот ноутбук. А вот этот ноутбук, это MSI Stealth. У него видеокарта 1060. С 6 ГБ видеопамяти. Собственно говоря, для Закат Partial Framebox я и покупал этот ноутбук. У него отличное охлаждение. Которое позволяет мне без каких-либо трудностей заниматься кроме того, монтажом видео. Помимо работы с Закатом. Видео, начиная с октября месяца, я записываю все на этом ноутбуке. И потом с тестом антика. Посмотрим, что у нас дальше есть по ноутбукам. Вот MSI. Также 6-ядерный процессор. И опять-таки слабая видеокарта. Не подойдет. Так, вот неплохой аппарат за 81 тысячу рублей. Опять-таки тоже современный 6-ядерный процессор. И 4 ГБ видеопамяти. Давайте пробуем найти ноутбук с 6 ГБ видеопамяти. Видеокарты. Итак, вот. Находим HP Oman 15. У нас здесь процессор 7700. 4-ядерный. И видеокарта GeForce GTX 1060. В дизайне MaxQ. Уже с 6 ГБ видеопамяти. 89 тысяч рублей. Так, давайте посмотрим, что у нас будет внизу списка. И вот. Постепенно. Итак, вот мы можем внизу списка видеть уже более серьезные ноутбуки. С видеокарты, например, RTX. Ноутбук MSI. Также у нас процессор 8750 6-ядерный. 16 ГБ видеопамяти. Оперативной памяти. SSD диск плюс HDD диск. И также уже новая видеокарта RTX 2070. Я думаю, это отличный аппарат, но цена 200 тысяч рублей. Мы можем подобрать ноутбук от 1000 евро, который будет отлично работать с программой Exocard. Если вы хотите сэкономить и берете на себя риски, то вы можете попробовать поискать такие ноутбуки на сайтах а-ля Авито. Или, если вы готовы ждать, вы можете заказать ноутбук на ebay или даже, возможно, на Алиэкспресс. В следующем выпуске я вам расскажу, как оптимизировать работу программы Exocard. Как перенести сохранение проектов с одного диска на другой. И как переименовать тип сохранения с цифровой кодировки на имя и фамилию пациента и заказчиков. Всем пока!